Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». И сегодня у нас в гостях Ирина Нечаева, автор культурно-просветительского проекта «Океан Солярис. Острова памяти». Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, Ирина! И здравствуйте всем, уважаемые телезрители, дорогие рязанцы! Ну, насколько я знаю, этому проекту уже не один год, он у нас будет в четвертый раз проходить. Если можно, несколько слов о его истории, как все начиналось, как зарождалась идея? Ну, на самом деле, да, четвертый год мы уже будем его открывать, и по традиции открытие 4 апреля. В этот день родился Тарковский. А так как наш проект все-таки идет под сенью Тарковского, хотя он, ну, такой он большой, крывический, там не только имя одного Тарковского. И в этом году вообще мы решили три таких выдающихся имени сплотить вместе философ Федоров, Циолковский и Тарковский. И, тем не менее, 4 апреля вот так было придумано изначально, мы будем открывать. Это, понимаете, наш проект, он включает в себя конкурс, в первую очередь, творческий конкурс, сейчас расскажу о нем, да? И просветительский проект, то есть к нам приезжают какие-то очень интересные люди, они читают лекции, проводят мастер-классы, все это идет на разных площадках города. И вот за эти 4 года мы уже собрали разных интересных людей, которые согласились войти в оргкомитет нашего конкурса и в члены жюри. Конкурс состоит из 4 номинаций. Значит, мы как бы на своей рязанской земле отыскиваем потенциальных писателей, художников, композиторов и режиссеров кино. Вот по этим 4 таким творческим стезям, направлениям в свое время сам шел Андрей Тарковский, он сам себя пробовал. Он очень любил музыку, любил Баха, как вы знаете, в каждом его фильме сквозит эта тема Баха. Ходил в консерваторию с матерью, у него там даже свое место было. И он вообще думал, если он, ну как каждый творческий человек ищет себя в жизни, да, вы ищете себя до сих пор, и я продолжаю искать. И где-то он писал, говорил, что если он не станет композитором, то есть не станет кинорежиссером, то возможно он станет дирижером или композитором. Он прекрасно рисовал, он закончил музыкальную школу, художественную школу. У него до сих пор есть, сохранились картины, тут в этом доме в Рязанской области есть его этюд, написанный маслом к фильму «Сталкер». Представляете, потом его вот эти литературные труды, где он рассказывает о кинорежиссуре, если их издать, это вообще будет там на 9 томов. И их издают за границей, его сын Андрей, который живет в Италии, периодически издает его. Ну, ему приходят заказы из Японии, из Америки, из Европы. Так что вот такой у нас красивый широкий конкурс. Ну и, конечно, режиссура кино, как без нее, потому что он сам был режиссером кино, поэтому мы придумали вот такие номинации. Все задают вопрос, говорят, ведь очень трудно, где вы у нас найдете готовых режиссеров кино. Но мы же потенциальных ищем, то есть мы объявляем конкурсы, смотрим, кто, у кого есть способности, кому можно протянуть руку помощи через наши жюри уважаемые, кому можно дать, как раньше говорили, красивую путевку в жизнь. Вот наш творческий конкурс – это путевка в жизнь для талантливой молодежи. А кто может принять участие в этом конкурсе? Какие-то, может быть, возрастные ограничения есть? Нет, у нас нет ограничений никаких, ни географических, ни возрастных. Это интернет-проект, там даже написано «открытый конкурс». Значит, о нем можно подробно узнать на сайте «Семинфо». Мы дружим с этим сайтом, и у них, если зайти на сайт «Семинфо», посмотреть раздел «Проекты», они такое одно емкое слово взяли «Солярис», и туда навести мышку, кликнуть, и там положение о конкурсе, и все-все условия, критерии, и оценки жюри, и так далее, и так далее. Но по традиции уже за все эти четыре года мы понимаем, что большое внимание конкурсу проявляют подростки, дети, студенты. Вот те, кому как раз, кто ищет себя в жизни, и те, кто задается вопросом, с кого делать жизнь. За эти четыре года насколько вообще активны жители нашей страны, насколько они хотят принимать участие в подобных творческих конкурсах? И в этом году уже есть первые заявки? Нет, вы знаете, мы его начнем только 4 апреля. То есть заявки будут приниматься? Заявки будут приниматься позже. И там два тура. Первый тур, на котором мы будем смотреть, то есть насколько человек попадает под условия этого конкурса, потому что там все-таки условия достаточно сложные. Исповедальность, глубокие авторские размышления, поэтичность. Вот как бы мы, когда задумывали, боялись, что будет большая волна графоманов. Надо было как-то отсечь ее, придумать. Вот такие критерии, условия конкурса сложные. И вот эти два этапа, они как раз помогают выявить ребят, у которых какой-то потенциальный талант. Есть такие звездочки. И самое главное, хотелось бы сказать вам, что вот насколько по своему опыту я могу сказать, что никогда в жизни, вот тем более на такой сложный конкурс, как этот, ни один ребенок сам не подаст заявку. Всегда есть участие педагога или родитель. И это очень важно, чтобы было тепло взрослого человека, который берет за руку и ведет в большую жизнь. Потому что в мир прекрасного может привести только взрослый, любящий человек. Потому что мир ужасного они найдут сами. Раньше находили на улице, сейчас в интернете. Поэтому мы даже в условиях конкурса, в положении конкурса у нас написано, что приветствуется творческое объединение педагогов со студентами, с детьми и родителей. Ну вот по опыту предыдущих лет много участников? Вы знаете, дело в том, что так как он сам по себе такой немассовый, потому что все эти профессии, о которых я сказала, если можно назвать профессии, писатель, художник, композитор, это все ведь такие уникальные вещи в природе. Это уникальные люди. И вы как журналист, как человек творческой профессии тоже понимаете очень хорошо, что там может быть один, я не знаю, на сто тысяч, на миллион может быть бывает, да, хороший художник или писатель, тем более композитор. Поэтому, конечно, вот такой массовости нету. Мы тоже вначале думали, боже мой, сейчас там хлынут потоком стихий или картины. Нет, вот все-таки сдерживают условия конкурса. Темы сложные у нас там, темы вы можете посмотреть на сайте, на этом Семинфо. Единственное, что я хочу сказать, всегда разные работы приходят. То есть первый год было больше литературных, например, работ, да. Второй год там киноработы какие-то были. Да, они такие самодеятельные, но они были самобытные, очень интересные. А вот в прошлом году было большое количество художественных работ. Ирина, в этом году по традиции 4 апреля открывается, да, ваш культурно-просветительский проект. Каким образом будет проходить открытие, кто из гостей приедет? Значит, в этом году 4 апреля открываем мы наш океан Солярис Острова памяти. В четвертый раз уже. И каждый раз мы меняем площадки. Ну, так случилось. Вот в том году, например, приезжал Эдуард Артемьев. Великий композитор наш, слава богу, здоровый. Прекрасно себя чувствует, хотя в очень большом возрасте. Скоро будем печать его 80-летие. Но он очень любит Рязань, потому что в Рязани прошло его детство. И он сразу отозвался на нашу просьбу. Он вошел в члены жюри и в оргкомитет нашего конкурса. И в том году мы открывали наш проект в кинотеатре и показывали фрагменты фильмов. Он выступал, звучала его музыка. В этом году мы открываем океан Солярис Острова памяти в художественном музее. Наш художественный музей знаменитый на улице Свободы. И сейчас у них идет выставка. Она называется «Роль природы в русской культуре, в русской живописи». И там шедевры наших художников висят живописные, передвижники, художники. В общем, по-моему, с 19 века до сегодняшних дней. И вот в этой атмосфере, как бы в год экологии, в атмосфере вот этой прекрасной живописи, рассказывающей о нашей русской природе, мы сделаем такую лекцию. Она называется «Федоров, Циолковский, Тарковский, космические мечтатели». Начало будет в 13 часов. Дело в том, что среди недели мы хотели прямо день в день открыть, потому что 4 апреля не просто день рождения у Андрея Тарковского. В этом году его юбилей 85 лет. Поэтому нам хотелось прямо вот именно в этот день открыть наш проект. И приедет к нам из Москвы Анастасия Гачева, доктор филологических наук, ведущая научный сотрудник Института мировой литературы, которая занимается как раз философом Федоровым. Недавно она была у нас в Рязани и в Рязанском университете в нашем государственном. Бывший, который педагогический институт, на кафедре философии, она проводила совершенно блистательную лекцию «Федоров и Циолковский». А вот теперь мы решили объединить вот такие имена, великие философы Федоров, ученые Циолковские и Тарковские, космические мечтатели. И еще в этот же день выступит тоже наш большой друг, предец канала «Культура», кинорежиссер, автор проекта «Острова». Он покажет свой фильм «Андрей Тарковский», «Виталий Антонович Трояновский». Замечательный человек, очень хороший кинорежиссер и телережиссер. Так что вот такая у нас будет приятная, прекрасная, теплая компания. А в 17 часов в Центре народного творчества, который мы любого называем «Резной домик», где висят такие огромные экраны. И там мы покажем фильм Андрея Рублева Тарковского. Это будет в 17 часов, вход везде свободный. Вот так красиво мы встретим юбилей Тарковского в Рязани. Ирина, вы знаете, наверное, некоторые телезрители, когда слушают о подобных мероприятиях, которые в нашем городе проводят, несмотря на то, что они знают, любят Тарковского, думают, ой, ну это, наверное, вот не для меня. Там будут такие умные люди, там будут лекции. Наверное, не стоит. Кого вы туда ждёте в гости? Ну, конечно, мы всегда рады творческой молодёжи. Мы ждём студентов и нашего Рязанского университета, всех институтов, какие у нас есть, и студентов художественного училища, преподавателей. Вообще у нас очень много интеллигенции. И я вот хочу сказать, я, например, просто была удивлена, поражена, когда Анастасия Георгиевна Гачева приезжала вот недавно совсем и читала лекцию Фёдоров и Циолковский. Полный зал был, вот битком, просто негде, как говорят, яблоко упасть было. Мы ещё шли с одной моей знакомой, она сказала, ой, Ирина Борисовна, мне кажется, мы будем с вами вдвоём в зале. И вдруг такое количество людей, очень интересные лица, интересные люди, и столько вопросов ей задавали. Видно, что люди любят философию, много читают, интересуются этим. А так как Тарковский всё-таки это философское кино и поэтическое кино, и он тоже задавался вопросами бытия, откуда мы, как мы пришли на эту землю, и что это всё не случайно возникло. И вот эти нравственные законы природы, нравственные законы взаимоотношений человека с человеком, которым мучился и Фёдоров, у него философия общего дела, он считал, что вообще все люди на земле – братья. И мы все должны объединиться против одного самого главного врага – против смерти. Вот в борьбе со смертью он хотел всех объединить. И его называли «Московским Сократом», он 25 лет отработал. Румянцевский музей – это сейчас библиотека имени Ленина, то есть самая главная библиотека страны. И там он познакомился со всем юным Циолковским и зародил вот идею в его голову, что люди могут оторваться от своей планеты Земля и куда-то там уходить в открытый космос, искать братьев по разуму. И фраза Циолковского, что Земля – это колыбель человечества, но не всегда же нам продолжать жить в своей колыбели. Вот все считают, что эту мысль подарил ему Фёдоров, философ Фёдоров. Ну и, конечно, Тарковский тоже очень много об этом размышлял. Дома, если мы вспомним фильм «Солярис», там много мыслей на эту тему. И с космосом многое связано. Ирина, мы желаем вашему проекту развиваться, расти долгих лет жизни этому проекту. Ну а мы, надеюсь, поприсутствуем на открытии в этом году. Спасибо. Мы всем рады. Всем спасибо большое. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»!